МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Юрген. Крик криминала-комментарии. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Полицейская охрана. На страже объектов, людей и закона. Пешеходы под ударом. Аварийный аттракцион и больничная койка. Вино, водка и кефир. Криминальная добыча деревенского разбойника. Сегодня сотрудники службы вневедомственной охраны МВД по коме отмечают свой профессиональный праздник. Уже 63 года их подразделения обеспечивают покой и безопасность граждан. Хотя некоторые обыватели считают, что это обычные охранники. Только в полицейских погонах. Антон Булаев уверен, это большое заблуждение. В системе МВД вневедомственная охрана одно из самых многочисленных и оснащенных подразделений. Сотрудники службы стоят не только на страже государственной и частной собственности, но и обеспечивают покой и безопасность обычных людей. Складывается мнение простого обывателя, что сотрудники вневедомственной охраны – это бабушки, сторожа, которые находятся на каких-либо промышленных объектах, магазинах, складах и так далее. На сегодняшний день постовая служба в данном подразделении отсутствует. В основном это мобильные группы задержания, которые выезжают на сигналы тревога поступающих в сохраняемых объектах, а также на сигналы и сообщения, связанные с преступлениями, административными правонарушениями. Пункт централизованной охраны столичного ВО. Именно сюда стекается вся оперативная информация о происшествиях и преступлениях в городе. При поступлении сигнала тревога с охраняемым объектом мы их обрабатываем, высылаем незамедлительно на наши экипажи, которые реагируют, приезжают в самое кратчайшее время. Также с нас никто не снимал, раскрытие преступлений, по горячим следам, приведение специальных планов, квартал, перехват. Значит, работаем, раскрываем, помогаем. Контролировать патрули помогает система навигации ГЛОНАСС, в которой оборудована каждая служебная машина. Это позволяет дежурному в режиме реального времени отслеживать движение экипажа, а в случае необходимости направлять ближайший в нужную точку. Поэтому в большинстве случаев добраться до места ЧП полицейским удается в считанные минуты. Сработала тревожная кнопка тревога. Привет, остаюсь. По информации, на один из охраняемых объектов пытается проникнуть злоумышленник. На место выехал патрульный экипаж вне ведомственной охраны. Уже через пять минут к зданию, откуда пришел тревожный сигнал, выдвигаются два вооруженных бойца. Вперед! Руки вверх! Синя прижаться! Синя прижаться! Ладони на руру! Злоумышленник обезрежен. После досмотра задержанного усаживают в патрульный автомобиль. Это учебная операция вне ведомственной охраны. Причем такие проверки профессионального мастерства сотрудников проводят регулярно. Сотрудники полиции вне основной охраны, которые несут службу в городе Сытовкаре, не знают, где и когда будет проводиться эта учебная тренировка. Для них это реальное преступление. Они отрабатывают так, как на объекте, как будто бы случилось преступление. За этот год сотрудники ОВО пресекли не одну сотню преступлений. В основном краж, грабежей, разбой и угонов. Задерживали уличных хулиганов и нарушителей общественного порядка. В данный момент у вас идет нарушение статьи 20-го распития. В честь в месте не распитывают от вольной продукции, понимаете? По словам нервного, я не хочу вас доставить в дежурную часть НИВД. Вы хотите доставлять? Для составления административного протокола. Этот мужчина пьет пиво в центре столицы. При виде полицейских нарушитель пытается спрятать алкоголь в куртку. Однако это ему не помогает. Сытовкарца доставляют дежурную часть. За распитие спиртного в общественном месте его оштрафуют. Вскоре стражи порядка выезжают на следующий вызов. Покупатель похитил в магазине бутылку коньяка. Выяснилось, что совершено хищение коньяка на сумму около 900 рублей. Приметы подозреваемого около 40 лет. Мужчина залысенный, одет в куртку серая, джинсы, белые кроссовки. Было сообщено дежурному УВД по данному факту. Веден спецплан квартал. Ведется розыск подозреваемого. Поймать Несуна по горячим следам полицейским не удалось. Лицо злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения. А значит задержание воришки остается лишь делом времени. Сейчас под наблюдением особого подразделения столичной полиции более полутора тысяч частных домов и квартир. Около 700 промышленных и хозяйственных объектов. В 2015 году при помощи сотрудников неведостной охраны только в Сыктывкаре было раскрыто более 270 преступлений. Дело этих людей безусловно заслуживает уважения. Битруются они ради покой мирных граждан день и ночь, рискуя порой здоровьем и даже жизнью. За один день в Сыктывкаре жертвами неаккуратных водителей стали сразу два пешехода. Сначала в микрорайоне «Орбита» под колеса внедорожника угодила девушка. Затем иномарка наехала на подростка на переходе в центре столицы. Примечательно, виновниками ДТП были признаны водители, которые не пропустили людей на зебре. Евгений Ракин подробнее. В три часа дня, 26 октября, под колеса «Шевроле Ланос» угодила 16-летняя Сыктывкарка. На записи камеры уличного наблюдения видно, как девушка подошла к переходу, а затем, не оглядываясь по сторонам, пыталась быстро перейти проезжую часть. Водитель внедорожника, заметив пешехода, тормозит. Автомобиль справа движется дальше. «Шевроле, двигаясь по улице Коммунистической города Сыктывкара со стороны Октябрьского проспекта в направлении Первомайской, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомашины. В результате наезда пешеход девушка 99-го года рождения получила ушибы». Выяснилось, стаж водителя всего год. За это время он уже шесть раз штрафовался за нарушение ПДД. Молодой человек пояснил, из-за внедорожника, который ехал в попутном направлении, он увидел пешехода только в последний момент, когда тормозить уже было поздно. Грубое нарушение правил дорожного движения, по предварительным данным, стали основной причиной другого ДТП, которое случилось вечером того же дня в микрорайоне «Орбита». Под колеса внедорожника «Ниссан Тирана» угодила 20-летняя девушка. Прежде чем остановиться, «Ниссан» протащил пешехода еще несколько метров. Девушка оказалась зажата под внедорожником. На помощь бросились водители проезжающих мимо автомобилей. Общими усилиями и при помощи домкрата мужчинам удалось поднять машину и спасти пострадавшую. Ее сразу госпитализировали. Выяснилось, 64-летний нарушитель прав никогда не получал. Его авто доставили на штрафстоянку. По факту наезда проводится проверка. В Ажинском районе Сыктывкара завершает расследование гибели 57-летней женщины. Тело избитой пенсионерки обнаружил на балконе общежития ее сосед. Подозрение пало на сына погибшей, 36-летнего Андрея. Подробности в репортаже Наталья Литкевич. Что вы нам будете показывать? Что там произошло? Покажу, как ударил. Кого? Мать. Это кадры проверки показаний на месте. Подозреваемый, обитатель одного из общежитий по улице Слободской, рассказывает, как 20 августа до смерти забил свою мать. Накануне в комнате несколько дней подряд веселилась шумная компания. Хозяйка жилища с соседями распивали спиртное. Сын женщины тоже периодически наведывался сюда пропустить стопку-другую. В роковой для себя день мужчина опять пришел к матери и обнаружил пропажу своего имущества. Входная дверь была не закрыта. Я зашел, нет системного блока. Системный блок где должен был? Там в углу должен был быть системный блок. От чего? От телевизора был подключен. Так. Что еще? Ну телевизор я, наверное, до этого им давал продать. Денег мне никто ничего не принес. Выпившая родительница ничего вразумительного пояснить не смогла. Рассерженный отпрыск ударил ее кулаком в лицо. Женщина упала на пол прихожей и стала кричать. По утверждению подозреваемого, после этого он всего пару раз пнул пенсионерку. А потом зашел в комнату. Но эксперты установили, ударов было не меньше 20. Скорую помощь Андрей не вызывал. Сидел, пил и два часа отчитывал мать. Пенсионерка лишь тяжело хрипела, а затем умерла. Сын вынес тело на балкон и лег спать. После того, как он проснулся, он пошел к своим знакомым, которыми поделился обстоятельствами произошедшего конфликта с мамой. Спросил у них совета, поскольку те ранее были судимы. Они ему дали единственный правильный совет. Сказали, что искать тебя все равно будут и найдут. И в связи с этим иди лучше сдавайся добровольно в полицию. До полиции мужчина так и не дошел. Их вызвала соседка снизу, которая слышала, как громкие крики внезапно сменились тишиной. На 02 дозвонился и обитатель комнаты напротив, который зашел к пенсионерке за чайником. И обнаружил в ее жилище кровь, следы борьбы, а затем на балконе и саму избитую хозяйку. Прибывший на ряд ППС задержал подозреваемого в общежитии, когда он вернулся туда с очередной партией на стойке боярышника. Сейчас обвиняемый арестован. Ему грозит до 15 лет колонии. Водка, вино, сигареты и кефир. Такую добычу забрал в продуктовом магазине житель деревни Троицк Каткировского района. Ранее судимого мужчину обвиняют в разбойном нападении с охотничьим ружьем. Примечательно, магазин уже и раньше страдал от рук сельчанина. Константин Куратов выяснил подробности деревенского налета. Вечером 27 мая в Карткировский отдел полиции позвонили жители деревни Троицк и сообщили, по населенному пункту ходит вооруженный пьяный односельчанин. Оперативно-следственная группа, прибыв в отдаленный населенный пункт, выяснила, что несколькими часами ранее 49-летний мужчина совершил дерзкое разбойное нападение на продуктовый магазин. Нагло при покупателях с открытым лицом и ружьем в руках. Направил на продавца и потребовал выйти. В последующем он, получается, забрал с магазина спиртное, продукты. Ну, это, получается, он заходил два раза. Еще один раз забыли они там сигареты. Зашел он обратно. Также там муж у продавца с другом заходили в магазин. И вот этот житель, который с ружьем, также на них направил ружье и сказал, чтобы они вышли, то есть не препятствовали его преступной деятельности. Добычей нападавшего стали 9 бутылок спиртного, сигареты и 3 пачки кефира. Никакой другой закуски, которая была в изобилии в продмаге, он почему-то брать не стал. Выйдя из торговой точки, сельчанин выстрелил из ружья в воздух. Местные жители посчитали это актом устрашения. Сам возмутитель спокойствия позже объяснял. Дескать, просто проверил боеспособность одностволки. После совершенного преступления они, то есть со своими товарищами, с кем до этого он употреблял спиртное и, соответственно, пошел совершать преступление, потому что спиртное закончилось, они переправились на другой берег реки, где спокойно это спиртное употребили и вернулись потом домой. То есть нашли его уже дома. Он не убегал, не прятался. Единственное то, что они там на берегу спрятали ружье, которое в последующем было обнаружено. Отрезвели, вспомнили, куда положили, выдали ружье. Четверо собутыльников сами в разбойном нападении не участвовали и проходят по делу свидетелями. Оказалось, ранее судимый сельчанин в прежние годы уже нападал на этот магазин. Сел за это в колонию, но выводов, похоже, не сделал. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы. Это был Крик криминал-комментарии в студии Эдуард Бушуев. Все подробности этого и других выпусков программы смотрите на нашем сайте. После короткой рекламы вы увидите свежий выпуск региональных новостей. Берегите себя и своих близких.